Девочки, доброе утро! Мы с Тедичкой на море зашли в Бургер Кинг купили налицы куриные 9 штучек Краешек, девочки Краешек откусываю с одной стороны, с другой стороны в серединку дают Эдди С удовольствием Холодина На улице холодно, может, сегодня последний день Потому что уж прям совсем, девочки, до плюс 2 А чувствуется, как минус 10 А я же уже теплые вещи все убрала Все носки, все штаны Думала, что все тепложе будет, 20 градусов было А нет, погода не хочет еще Нас отпускать Какая красота, девчонки Вот честно говорю Там многие начинают писать Что кочуете Там с места на место Мы не кочуем, девочки Мы удаленно работаем Мы фрилансеры, мы блогеры Девочки Михалыч приезжал И, как всегда, глупые вопросы мне задают А что ты делаешь? А я все время, девочки, с телефоном Я с телефоном, я работаю Это работа у меня Это не просто я Сижу там, знаете, бегаю по каналам Там, смотрю каких-то блогеров Нет, девочки, я работаю Я на фрилансе Уже 2 года на фрилансе На удаленке, девочки На удаленке, понимаете Я работаю Помните, как-то показывала вам Онлайн-школу Помните? Вот, это моя работа Развитие онлайн-школ Сейчас это востребовано И когда мне девочки пишут там Я маму зарегистрировала в социальных сетях Но она дальше идти никуда не хочет Развиваться не хочет А я вам все время говорю, девочки На одну пенсию не проживешь И когда женщины пишут там мне Да, Эллен Павловна, хорошо вам рассуждать Вот вы стали блогером Я что, просто так, девочки, стала блогером? Я стала просто так разу Я хочу жить хорошо Я хочу жить комфортно Я хочу жить там, где я хочу Я хочу Сняла квартиру, девочки Там, где я хочу Понимаете? Я хочу переехала в другой город Я хочу в Живого моря Хочу в Краснодаре Хочу в Москву, девочки, поехала А это все, девочки, средства А это все работа А это все удаленочка, удаленка, на одну пенсию не наездишься. И женщины пишут там, когда я говорю, не можете работать физически, работайте головой. Девочки, ну так 60 лет это не предел, 55-75 это не предел. Есть женщины, которые 80 лет работают на удаленке. А сколько молодежи работает сейчас на удаленке? Девочка вот с Москвы переехала в Анапу и на удаленке работает, изучает китайский язык. Английский язык на удаленке изучает и путешествует по всему миру. Она говорит, а меня ничего не держит, я просто взяла наутбучик в карман и поехала. Или айфон, как у меня, два айфона, они у меня рабочие. И когда мне говорят, а что ты там делаешь, Михалыч, такой интересный, а что ты там делаешь? А я работаю там, девочки, я работаю на удаленке. Тем более мне очень интересный фрилансер попался два года назад, Мария Лебедева. Я, девочки, вам прямо вот рекомендую. Я искала, очень долго искала, девочки, очень долго искала еще и подработку помимо YouTube, помимо других социальных сетей. Когда вот начинаешь крутиться, вертеться в этом во всем, во всем, вот, то ты прямо, девочки, начинаешь жить этим. Ты начинаешь жить. Когда еще и приносит это неплохой доход, в зависимости от того, сколько вы будете работать, зависит все от вас. Хотите хорошо зарабатывать, значит, будете больше работать по удаленке. Тем более, когда он нам показал, что и фирмы, и различные предприятия перешли на удаленку. Посмотрите, сколько сейчас бухгалтеров на удаленке работают. Вот эти онлайн-школы все на удаленке, девочки. И ребенку удобно, особенно ребенок, если болеет, если какие-то у него есть проблемы со здоровьем. Очень много детей занимаются в онлайн-школы. И этот бизнес, девочки, он растет. Он растет. Тысячи, тысячи девочки, учеников, тысячу детей учатся в онлайн-школах. И вот такие, как Мария Лебедева, фрилансеры, они помогают, девочки, помогают развивать эти онлайн-школы. И вот такие фрилансеры, вот такие люди, которые разъясняют все, девочки, поясняют, понимаете, проводят мастер-классы. Ведь можно всему сейчас в интернете научиться, всему, девочки. Вот сейчас ремонт начался, где ищем идеи, в интернете ищем идеи. Проходим мастер-классы, смотрим, где можно что-то почерпнуть. Точно так же, вот как у Марии Лебедевой. И два года я спокойненько, девочки, работаю с ней. Работаю, тем более, что я не только прошла мастер-класс у нее, и я блогер, девочки. И она меня еще и трудоустроила. И трудоустроила, и я работаю. А здесь уже заработок зависит от меня, сколько я хочу, сколько я могу времени уделять этому. Вот, тысячи трудоустроенных людей, тысячи, девочки, площадок, где вы можете удаленно работать. Вы можете командой, командой девочки работать, понимаете? Командой работаете, вы друг друга даже не видите. Вы друг друга не знаете, вы виртуально общаетесь. Но у вас все везде замешано в одном клубочке. И приносит доходы проекты различные. Разрабатывают девочки. Вот, допустим, директор, бухгалтер. Не обязательно предприятие сейчас какое-то, допустим. Ну, такое вот, как вот здесь у нас, допустим, есть один из бухгалтерии. Не обязательно снимать офис, девочки. Не обязательно платить за помещение, за аренду. Вы просто работаете. Работаете удаленно дома. А, во-первых, это вы не привязаны ни к чему. Во-вторых, у вас свободный график работы. Вам не надо бежать на работу. Вы успеваете все дома. Ведь сколько молодых мамочек работают сейчас на фрилансе? Тысячи. Вот из них и выходят, кстати, очень хорошие вот такие вот фрилансеры, которые потом свой опыт передают нам. Я, конечно, девочки, я обязательно смотрю на опыт работы. Если у человека есть очень хороший опыт работы, есть очень хорошие отзывы, есть рекомендации, девочки. Я попала к Марии Лебедевой по рекомендации. А ведь многие работают и все скрывают, девочки. Нет, ну поделитесь информацией, поделитесь. Все хотят заработать. Тем более пенсионеры. Мы сидим дома. Вот. У нас времени не ограничено. Единственное от нас требование – это желание развиваться, желание понимать компьютер, желание, девочки, выучить это все, хотя бы на элементарном уровне. Это самое главное от человека желание. Вот семь лет, за семь лет, девочки, семь лет работы, тысячу предоставленных мест. Она трудоустраивает людей. Она дает заказы, девочки. Она развивает вот эти онлайн-школы. Понимаете? И, в принципе, удаленно работать может каждый. Каждый. Но только нужно, чтобы тебя обязательно чему-то научили, как это все делается. Вот, как я вам говорила, пишем, ставим точку. Сначала здесь нажимаем кнопочку, потом вот здесь кнопочку, потом вот здесь кнопочку. И в конечном итоге вы получаете то, что вы хотите. А это достаток, девочки. Заработок, деньги. Деньги дают возможности. Деньги открывают. Девочки, крылья расправляют за спиной. Вы не будете зависеть не от детей. Понимаете? Вы не будете зависеть от каких-то социальных пособий. Вы будете сами уже рассчитывать. Вы заработали эти деньги. Вы заработали. И вы сами будете рассчитывать уже, куда их потратить. Поэтому вот такие вот мастер-классы надо проходить. Там многие пишут, что знаем мы это все, наслышаны. Пока сам не окунешься в это во все, хоть сколько можно разговоров слушать, хоть сколько можно с людьми разговаривать на эти темы, пока ты сам не окунешься, пока ты сам каких-то результатов не добьешься. А это очень радует, когда появляются первые результаты. Когда капает первая копеечка. Понимаете? И потом уже сами, сами уже рассчитывайте, девочки, куда их сунуть. Вот. Тем более успешные такие вот успешные люди, которые вот уже другим начинают помогать. Понимаете? Уже другим. Не просто воду лить, а конкретно помогать. Помогать в работе, помогать с заказами, трудоустраивать. Тем более ниши эти еще не такие заняты, как, допустим, пойдете куда-то в службу занятости, пойдете на работу устраиваться, охота под работку. И нигде не берут девочки уже, уже возраст не тот. А здесь вы сами себе режиссер. Поэтому там женщина, многие пишут, мужчина писал, стоит ли заниматься ютюбом сейчас начинать. А вот и, значит, как заработать на удаленке. Вот я вот как раз вот эту тему, это последний эфир у нас был, где был разговор об этом. Вот как раз вот эту тему я вам сегодня прямо, девочки, прямо досконально, досконально прямо объяснила, разъяснила, что такое фриланс. Это на наш язык обывательский, это удаленная работа под присмотром специалиста. Понимаете? Вы уже, она покажет вам все, расскажет, даст первый заказ. А дальше вы уже сами, девочки, проявляйте свою инициативу, проявляйте свои знания, развивайтесь дальше. И уже, вы уже тогда можете набирать команду. Вы уже тогда будете делать заказы какие хотите, где-то что-то. Вот, и когда уже результат будет, и у вас будет получаться, вам самим просто будет, девочки, очень интересно жить. Поэтому, когда Михалыч мне говорит, что ты делаешь? Я работаю, девочки, мне 60 лет, я на пенсии, я работаю в социальных сетях. У меня индивидуальный предприниматель, девочки, я. У меня хорошие заработки. Я не стесняюсь этого, потому что это все я зарабатываю в социальных сетях. Это все дает мне вот такой уровень жизни. Захотела ремонт, захотела, квартиру сняла, захотела, поехала, девочки. Захотела в круиз, захотела в Москву, вот, захотела, купила себе что-то вкусненькое из одежды. Я хочу жить полноценной жизнью. Я не хочу сидеть, девочки, от магазина до дивана, не хочу. Поэтому ссылочку в описании оставляю. Проходите обязательно, девочки, проходите. Мастер-класс Марии Лебедевой. Обязательно регистрируйтесь у нее. Заполняйте чек-лист, девочки, опросник. Вот, и дальше развивайтесь. Не сидите на заднице, не сидите. Надо работать, девочки, надо работать. Пока работают, поработает голова, надо работать. Пока работают руки, ноги, голова, надо работать. В общем, я вам желаю, девочки, всем продвижение по карьерной лестнице. Потом напишите мне в комментариях. Обязательно дайте обратную связь. Вот, мне просто интересно. Мне интересно, девочки, жить. И вам, воль, и желаю. Вот плюсы удаленной работы. Понимаете? Не привязаны к месту. Одна работа, бежать не надо. Ну ладно, одно дело, что я еще и на пенсии, как бы, да. Вот, но очень много девочек, вот, знакомых здесь у меня, парней, которые из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Казани. Все зиму живут в Анапе, молодые парни, все на удаленке, девочки. Работа в интернете дает вот такие возможности. Тем более, сейчас, знаете, век нашей все-таки социальной жизни, век интернета. Ты можешь и образование получать по интернету. Ты можешь профессии любые осваивать, какие тебе нравятся. Ты можешь путешествовать по всему миру. И это все благодаря тому, что ты работаешь удаленно. Вот локдаун показал. Сейчас уже многие не хотят даже возвращаться. Я с одной девочкой разговаривала. Она говорит, а что я пойду? Работа сейчас с девяти до шести, до семи. Домой приезжаю. А так я целый день дома сижу. У меня двое детей, дети под присмотром. Я все успеваю. Вот в локдаун, говорит, посадили на удаленку. Я больше не хочу даже куда-то рыпаться. Мне, говорит, все устраивает и зарплата. Мы поехали, она говорит, мы поехали в этом году в Таиланд. Жили там три месяца. И не в ущерб себе, не в ущерб работе. Закрыли квартиру и все. И поехали. И прям с удовольствием отдохнули. Все лето. Вот это, девочки, к тому. Это к девочке к тому, что вы все время мне пишете. Не будет Ютьюба. А что вы будете жить? Ютьюб давным-давно уже не платит. Вы знаете, что под санкциями. Вот, Россия. Ютьюб в России под санкциями. Мы не получаем ни копейки. Там капает каких-то 300 долларов. И то, это деньги, которые от людей, которые смотрят меня за границей. У кого, или у кого включен ВПН. Или кто за границей смотрит блогеров. Вот. 300 долларов. Спасибо им за это. Ну, что это 300 долларов? Это 300 долларов. Это не деньги. Это пенсия моя. 300 долларов. А все остальное, это то, что я зарабатываю в интернете. Поэтому я и сижу в социальных сетях. Почему у тебя нет времени? У меня нет времени, девочки. Потому что я работаю на удаленке. Я фрилансер. Я работаю на удаленке. По-новомодному это фрилансер. Вот. А по-нашему, на простом языке, это удаленная работа. Поделитесь советом. Поделитесь мнением. Девочки, мы на Гребенской уже. Уже до моря добежали. На Гребенской сидим. Вот эти дома, вот такие дома, вот очень много. В Анапе вот таких домиков разрушенных уже. Ну, и как бы народ живет. Или летом приезжают, или зимой. Ну, вот я видела мужчину здесь. Мужчина жил. И вот старое дерево, которое прямо уже, знаете, все там. Смотрю, в этот раз спелили. И вот. Вот такие участки. Что тут? Тут даже соток-то нет. Ну, сколько, может, три сотки. Три сотки земли. Все застроено, застроено. Старый дом. Там уже отель. И вот вчера мы разговаривали с одним мужчиной. И он говорит, я ищу... У него несколько квартир здесь в Анапе. Он говорит, я ищу дом. Мне хочется дом, потому что дома сдаются намного лучше в месяц. Вот, снимают дом. И дом прям от 80 до 150 тысяч. И 200. Это уже прям коттеджи. Он говорит, я хочу сдавать коттеджи. Хочу купить дом. Хочу сдавать как коттедж. И вот такие дома стоят, девочки, до 100 тысяч. Ой, до 100 миллионов. Ну, допустим, 4 сотки земли. Вот такой разрушенный дом. 35 миллионов. 50, 70, 100, 130. В зависимости от того, если земли побольше и постройка очень хорошая. Ну, что, сидеть будем? Холодно на улице. Ну, холодно совсем. Я еще и... Ноги голые у меня. Ему пофигу. Ой, стыкать его, собачуля. Дима из сладки. Красотулечка. Ну, девки себе ни в чем не отказывают. Приехали, отдыхают, надухарились, набухались и пошли. Молодцы. Вот он, отдых. Ну, петтише надо. Петтише надо. Петтише надо. Петтише надо. Петтише надо. Петтише надо. Продолжение следует...